Мы связаны там, да? Тем не менее 10 раз. Значит, второе – монутильное. Значит, это у нас то-то самое, да? А не равняется В, не равняется С, но альфа не равняется В, а равняется 90 градусов и не равняется 2. Так, третье. Значит, альфа не равняется В, не равняется С, альфа не равняется В, а равняется Гамма и не равняется 90 градусов. Значит, четвертое – это монутильное. Это монутильное. Онлайнерическое. Немного называемого триминального. Это монутильное. Значит, а равняется В, равняется С, а равняется В, равняется В. А равняется В, равняется В. так вот это монутильное. Итак, это монутильное. Пятое – это монутильное. А – монутильный. Есть Субтитры делал DimaTorzok 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 Другой стороны Другой стороны Субтитры делал DimaTorzok 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 и децентрическая, которая в свою очередь привез на клинику. Так, грубо, с учетом того, что 230 групп симметрии, понятно, что сложные. Итак, дула кубическая, что происходит? Растянулись, сжали вдоль СЦ, перешли к гетергональному. Дальше в афтеромбическое. Растянулись, сжали вдоль ХЦ, перешли в афтеромбическое. Мы на клинику под лепипед прямоугольный взяли, вот так наклонили. И три клинику вот так наклонили, мы его еще и так сгибали. Все, вот у вас все три клинику. Кубическая, гетергональ. И у кубика, у него было квадратное основание. Взяли, сжали его вот так вот. Получились, кстати, углы просто 20 градусов. Естественно, это уже часть шестигранных пильм, из трех таких кубиков. Вы можете построить, где есть мой кубик, а здесь у вас вот такая коллективная получается. То есть это уже часть шестигранных пильм, да? Понятно, да? Все из кубика сжали. Соответственно, из такого сжатого публика вы можете построить шестигранную пильму. Вот это бубик с гетергональными. Значит, вот эфирина. Гетергональная. Гетергональная, я думаю, эфирическая. Значит, это в идеале. Кубик, да. Взяли кубик и потянули его вот так вот. В противоположную кубик. Да, ну и как-то так вот. Взяли кубик. Или сжали. Взяли кубик. Взяли кубик. Взяли кубик. Взяли кубик. Взяли кубик. Ну, а дальше, соответственно. Там часто, значит, начинается, что пишут, скажем, «Система имеет ангексикональную структуру». А координаты Ратома напишут в тригганале, например. Ну, позиции Ратома, да? Это, значит, вот там внизу. Ну, понятно, что они переходят друг в другу. Как-то там у этих кристаллографов, значит, рентгенщиков. Так, сработала программа. Для них это все едино, понимаете. Не только приют. А вы же не можете так, да? Это задать точечную группу иксикональную, а консервацию и тригганальную. То есть вам надо разобраться, как, что, что там, почему. Часто путают оси икс, 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 икс. Тут не станет, да. Соответственно, генераторы группы путают все, все, все. Вот, например, где-то рада, чтобы это потом привести в какой-то нормальный вид. Но это действительно часто случается. Вот. Потом, ну, вот к этому еще вернемся немножко позже. Включить парадо. И решетки брова. Решетки брова. РешетALI Sweet. Системная историческая структура Системная структура и состоящая из эгументарных рыбокок. Системная историческая структура… Clientjoie passion. 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 15 16 16 17 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 21 То есть вот мы говорим о вот таком пролипипеде, то есть вы видите кристаллическую структуру, у них как-то автоматовые материалы. Ваша задача в этом вариаторе выделить некую элементарную ячейку, которая будет пролипипедом по форме, по своей... Почему? Потому что пролипипеда можно заполнить любой объём. Ну там ещё это в одном месте используется. Немножко в другом варианте, то есть пролипипед – это по четыре тетрайвера. Сколько? Да, четыре. Тетрайвер, да? Тетрайвер. Вот тетрайвер точно всё может заполнить. Вот вы выбираете такой минимальный объём с максимальным числом углов, да, и соответствующие 250 мм. Тогда это решётка права. Если какого-то одного из пунктов нет, это не решётка права. У неё свои особенности. Ну типичный пример не решётки права и таких сигнальных плотных упаковок. Будешь тебе записать? Нет, просто представить это как... Плоскость, да? Ну так бывает. Представьте, что у вас вся плоскость заполнена треугольниками, да? Вот так, конечно. Эти треугольник, да? Эти треугольник, да? Ну и вся плоскость заполнена треугольниками. Да, точно. А над ней плоскость точно такая же, да? Таких же треугольников, только она отхитровая немножко расположена. То у вас соответствующие вершины проецируются, да, в центр этого слоя. Да? Да. Запада, да. 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 Ну вот и сигнальный плоскость. Грубо говоря, это упаковка шариков металлических насыпанных стакан. Да, то есть шарики одинакового объёма. Ну, скакан у вас лобический должен быть совсем, чтобы так, да? Вот если вы просто обезбёте прозрачные там, какого, зеруберического стекла стаканчика, лобический, высоких шариков и подшипника, они грамот не любят таким способом. Да. Так что решёткой обрыва здесь не является в этом случае? Там, по-моему, нельзя проинтитуты. Ага. Ну, то есть нельзя в плотной герекциональной упаковке ввести решётку обрыва вообще, что ли? Ну, там трансляции будут, но они будут какие-то там с ней. То есть она будет такая хитрая, правда. То есть она не попадёт и в гексагональную структуру, и не в кукулбе не попадёт. Гексагональная у неё только один атом за элементарным речейку, да? То есть если вы из этих треугольников, там, понятно, что можно составить про шестигранник, да? Понятно, что можно составить шестигранник из треугольников, да? То есть у вас всегда во втором слое всегда был старым Здесь есть еще пример, он не умеет, не умеет, не умеет, но тем не менее, все равно можно задать, какая структура существует, сдаётся как-то. В общем, квалификация у нас, к сожалению, не выпадает. Существует у нас четыре типа решетки права. Существует четыре типа решетки права. Существует первое. Первое. Не знаю. Существует перемещение. Размечается в углу П. Значит, содержит один атом. Размечается в среднем, да? На элементарную мячейку. На элементарную мячейку. Почему один атом на элементарную мячейку? Атомов восемь, а элементарная мячейка в предприятии. А, ну то, что в элементарной мячейке один находится атом, и трансляцию можно весь кубик восстановить. Нет, ну трансляция существует, но при этом, да. Да. Дело в том, что у вас, из таких кубиков еще к этому кубику еще есть. Да, 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 да. То есть у вас получается, каждый атом принадлежит еще, да, вроде плоскости принадлежит четверем, вроде трех. Получается, у вас один атом на восемь таких кубиков и восемь атомов в кубике. В этом в среднем, да, в среднем вы получаете один атом на кубик. Каждый атом принадлежит восемь кубиков. Да. Ну и в середине один там. Он, например, лежит четырем, ну и такая же байда наверху, всего восьми. Каждый байдер лежит восьми. То есть у вас одной восьмой, в каждой байдер. Восьмой восьмой в каждой байдер. Ну да, понятно. Значит, второе. База центрирована. Байдер центрирована. Значит, обозначаются А, В, С. Ну, примерно такой. То есть у вас есть кубик. У вас атомы расположены в вершинах. Ну и в какой-то из каких-то двух плоскостях вот так вот, да. У вас еще вот здесь атом есть. Вот здесь и вот здесь. Ну, грубо говоря, выносится. Это будет ее база центрирована, да. И вот С. вот здесь у нас подземки байдер. Третье объемы центрированы объемы центрированы, объемы центрированы. Объемы центрированы. что звучат с буквой И, и почему-то здесь это ссылается на немецкое слово Inder. Ну, или это напротив кубик. Это для элементарного пролепителя, обязательно кубик. У нас атомы расположены в вершинах, и один атом расположен в центре. Браня центрирована. Браня центрирована. Сейчас буквой И, и почему-то английского фейса. Значит, мы рассмотрим тоже в элементарном пролепите, да? В элементарном пролепите рассматриваем. То у нас расположены вершины, атомы не только вершинах, не только вершинах, но еще и существующие грани, да? По центрах всех грани, да? Крестика не обязательно будет другого типа, да? Не будет того же самого типа, да? Соответствующие решетки БРВ, не все решетки БРВ существуют во всех символиях. Да? И все решетки БРВ существуют во всех символиях. Да, сейчас просто пабличку. Ну, не пабличку, а список запишем, не видно, да? Тоже вам помогает ориентироваться. Значит, первое – приклинное. В ней только креативное, может быть, креативное. Кеативное – креативное, может быть, креативное. Кеативное. А, В, С. А, атомогическое. Атомогическое – невозможное все. Атомогическое – невозможное все. Кеативное – А, В, С, В. Атомогическое – переводится. Атомогическое. Атомогическое – да? Атомогическое – да? означать R. И что это R? Эмитивное равноэрическое. Ну, пишем, например, группа R минус 30. Вот то же самое, что P минус 30, потому что никакой другой не существует. Просто, глядя на это, вы все равно не ошибетесь. Я вам потом покажу, что у вас стоит вот этот процесс. Главные оси так расположены, что осень вращения среднего порядка стоит, вы никак не ошибетесь, это обязательно золотая, тромбоэтрическая. Часто пишут вот так. Так практически никогда не пишут. Практически всегда пишут так. Ну, коробка-то, минималка, которая используется во всех этих шнековальных машинах. Тетрагональная, да? Тетрагональная бывает применимая, комплимитивная и объемная. Значит, это право существует. Для биомоцентрина кетрагональная есть обозначение ООЦТ, сокращение. Официально, да, обозначение нарушения. Да. И... Официально, да. И по цифре на 10-ти. Боди-центр... Тетрагон... Да, боди-центр... Тетрагон... Ну, такие же аббревиатуры часто встречаются, просто, чтобы не заглядить, да? Значит, гексагональная. Судомая... Значит, она же вот такая применитивная. Но почему-то сюда бывает включают... Ну, это несколько другая вещь, да? Бывает включают от такого ХЦП. А... А... а, а.. а... tałно... ...произделял... clusing doccent... ну, а... Иэксагональная полна упакованна. По-моему, там есть еще какие-то, по-моему, такое ДХЦП, не помню, то есть какая-то искаженная. ДХЦП. Ну, вроде, есть, да, тоже встречается. Ну, веков. Вот, и кубическая, да. Кубическая бывает помидивная, бывает объемно-центрированная. Ну, это то, что называется ОЦК. Да, слышали мы такое говорили? Или BCC, да, это английский вариант. Ну, и объемно-центрированная это ОЦК или ОЦС. Входи-центр-кубик и фэйс-центр-фэйс-центр-кубик. Таким образом, у нас получается... Итого. Ну, больше всего получает. Ну, вот, где-то люди не видели, наверное, заплатно. Никогда. Там всегда было так. Итого. Вот, кто больше всего получает? ... У нас в случае 14. Ну, если что-то пробовало. 14, что-то пробовало. 14, что-то пробовало. Да. Мы здесь говорим о группе осимметрии, группе в том смысле, в котором мы разбирали в конце прошлого занятия. Трансляционной группой симметрии элементом является трансляция, и они составляют всё, чего положено. Точечной группой симметрии, как мы увидим, элементом является либо инверсия, либо плоскость отражения, либо плоскость вращений, либо комбинированные всякие изманы. Оси, ледовые оси вращения, зеркальные оси, вращения скользящей плоскости отражения, ну тогда это уже комбинация, скажем, инверсии, вращения, чего-то еще. Итак, один точечная группа симметрии, которая попутна при образовании симметрии, оставляющих одну точку неподвижной. Оставляющих одну точку неподвижной. Ну что здесь имеется в виду? Понятно, если вы посмотрите, скажем, давайте тримугурием квадрата. Мы квадрат сами рассматриваем. Мы рассмотрим квадрат. У квадрата что есть? У нас есть с вами оси четвертого порядка серединки. У нас есть с вами соответствующие оси второго порядка. Соответствующие оси второго порядка. Ну и там по теоремам, по кристаллографии, которые мы где-то изучали, и там соответствующие виды плоскости отражения, да, как по дегулярным соответствующим масям второго порядка, да. Ну и там выросения второго порядка. То есть это стандартное обозначение, да, оси четвертого порядка обозначается квадратиком. Ну вот таким мавальчиком он возвращается, да. После третьего порядка треугольничек, да, после шестого порядка по шестиграням. Значит, если вы пронумеруете точку, да, там, один, два, три, четыре, да, то в точечную группу выйдут все преобразования симметрии, которые оставляют вам точку один по месяцу, да. То есть что это? Ну, естественно, это единичное преобразование. В общем, тождественное преобразование, это единичная группа, понятно, что если ее оставить, да, то дальше четыре раза провращав вокруг оси, там, четвертого порядка, да, вы опять сюда и вернетесь, да, там, два раза отразив вот так вот, да, так и так, вы опять сюда и вернетесь, там, соответственно, два раза отразив вот так вернетесь, два раза так и вернетесь и так далее. То есть вот набор этих всех операций составит моменты, точечные, 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 точечные. И дальше там с ними можно работать, соответствующие соответствующие… Здесь хочу ваше внимание обратить вот на такую штуку. Загуглите, да. Да, крестовый график сервер. Что-то знакомое. Ну, да, то есть там все соответствующие… То есть у вас есть четырнадцать шуток-боровое, общее число. То есть объединение трансляционной группы симметрии с всеми возможными точечными группами симметрии даёт вам пространство какого-то симметрии всего 230 штук. Вот они там все представлены. Но это, как говорится, полбеды, полсчастья. Да, полсчастья. И вообще маленькое, там, долье счастья, соответствующая группа кристаллографии сервера. Дальше началось именно с этого, что они просто… Фактически есть такие международные кристаллографические публиции. Это вот три таких толмуда, такого формата, например, здесь. И там вот рассказано про все эти группы. Да-да, как там, проливали, да-да-да-да. Здесь всё это в электронном линии. Мышкой потыкал, выбрал группу. Матер показывает сразу, что там позиции этой группы, которые преобразуются по этому серегенератору группы. Можно тут уже сначала координаты двигать. Вводишь там, сначала координаты и полморота этой группы. Все позиции меняются, где выпечатываются и и так далее. Это всё, что связано с кристаллографической частью, да. А дальше пошло фаноны, да. То есть не во всей симметрии, не во всех симметриях все фаноны разрешены. Какой кристаллографический симметрии, какие фаноны разрешены по симметрии, да, отдельный пункт. Не во всех кристаллографических системах разрешены все переходы до рентгеновских, допустим, мы имеем в виду рентгеновскую дифракцию, да. Часть переходов запрещена. Тоже в таблице, значит, по этому делу. Ну, в смысле, тоже по всему русу себе. Да. Оптические форматы фойки, оптические моды, да, то есть тоже не во всех усталок разрешены, так сказать, оптические переходы все, да. Они тоже здесь вот симметрии кристаллов, таблица, значит. Ну, и тогда там полностью вообще все, что связано с симметрии в твердом теле, они сейчас очень хорошо разрослись. То есть, последний там лет 10, ну, видимо там, лет 10, там, лет 10, там, там, кто-то, видимо, бабокладывает туда. Вот. И, значит, все зоны Брюллена, да, там есть все стандартные обозначения и классификации точек зоны Брюллена, направление зоны Брюллена, все это можно выписать, напечатать картинку, выписать эти точки в текстовом файле, чтобы потом где-то использовать в соответствующей программе расчета, еще что-то, еще что-то и так далее. Такой ресурс очень полезный для людей, занимающихся твое тело. Там много чего в них оборочено. Я вон там небольшое домашнее задание, связанное с инвесерой. Обычно люди задают вопрос, ну и чего мы, мы посмотрели туда и ничего. Мы просто туда посмотрели, увидели, попробовали попользоваться, прочитали, в голове отложили. А потом где-то куда повернулись, да, это было не было, не было, не было, не было, не было страшных слов. Поэтому как бы... Да. Значит... Возвращаясь вот к этой, к этой вещи, да. Значит, у нас, понятно, есть точки общего и частного положения, да. То есть, у нас есть точки частного положения, да. То есть, точки частного положения, да. Ну, фактически... Ну, фактически... Что-то, по-моему, не знаю, как определенно это было, не писалось. То есть... Да. Значит, точка частного положения. Это фактически точка, лежащая на каком-то из элементов симметрии, да. Ну, то есть, понятно, что точка, лежащая в центре, обладает симметрией, как бы, этого квадрата, да. И все эти преобразования ставят ее просто на месте, да. Как бы ее... Ну, она не будет размножаться никогда, да. То есть, это точка частного положения. Все точки вот эти вот, да, здесь лежащие, да, скажем так, видно, ну, на всех этих направлениях, да, соответственно. В этом направлении, в этом, в этом, в этом. Они тоже будут точками частного положения, как их не мучить, их все равно будет, грубо говоря, две штуки, да, сюда будет точка. Ну, то есть, если у вас точка будет отразита, да, то есть вы тогда, что, значит, отразиту сюда не получите, да, и сюда, как будто вы все полностью заполнены, ну, как у Христа, да. То есть она вот относительно этой штуки. То есть, и есть точка частного положения, да, вот здесь, да, значит, мы обозначим их сыграть, да. Это частного положения? Общего положения. Общего. Да, точка общего положения. Точка общего положения. Ну, понятно, что точка общего положения для квадрата их будет четыре штуки. Да? Значит, для чего это надо? Даже, так сказать, ну, симметрия симметрии, как бы, все дела, как бы, вы, когда считаете кристалл, вы должны ячейку заполнить полностью, да. То есть вы берете базис, да, то есть те атомы, вот есть решетка с базисом, да, полный, да, вроде. То есть это те атомы, которые необходимо указать, что будет ему задать решетку. Ну, применяя к этому базису действия соответствующих генераторов групп, ну, соответствующей симметрии, вы заполняете вот этот вот ваш тавлипипет, лимитарный, да, помните, да, допустим, если у вас здесь все эти атомы одинаковые, да, вам достаточно задать один атом, да, Ветера трансляции будет в ближайшую грань, да, соответствующую Ветера трансляции, все, решетка без базиса. Если это действительно два типа, да, тогда у вас Ветера трансляции кубические будут, да, а в эти атомы вам надо задать. Вам надо будет задать реально один атом этот и единый атом этот. Все, все остальные вы получите. Используйте это, сказать. В данном случае просто операция трансляции. Два атома задали операция трансляции. То есть эти атомы связаны тоже на единичной трансляции. Значит, более хитро, да, эти атомы не расположены на трансляции. Ну, как по структуре алмазовых, да, то есть там такой же кубик, да, но вот этой главной диагонали, давайте здесь написать, да, главный диагонал соединяющий, да, иной, наиболее, валико, стоящей вершиной, да, у основного стояния в этом четверти этой диагонали еще есть два атом, ну, помимо. Они трансляционно как бы связаны, но тем не менее вам не надо забывать все, да, то есть вы видите этот и этот, дальше там группа того каком, группа алмазов, да, она вам все размножают, помнишь ли, соответствующего количества атомов. Вы дополните соответствующим образом. Ну, я говорю, программа что-то для спустя. Либо вы все атомы берете перебалку в стулографик сервер, все атомы там позиции выписываете себе на бумажечку, да, потом тщательно заносите в программу, программа проявляет, что да, это такая-то симметрия и считает. Либо вы берете только базис, заносите в программу, она вам позволяет его там размножить и говорить, что да, вот я их размножила, туда-то, сюда-то. Дальше, возникает как бы вот возникающий момент, значит, вот эти вот точки частного, точки общего положения, они называются, общим словом, да, позиции Риткоффа. Так, он боляк, пишется он как-то хитро. И-и-и-и-и-и. А, там еще у Виккорской орбиты, еще, да, понесли. Вицкхов. Вицкхов. Я все никак не могу запомнить. Ну, тут два и автор и одно, короче. В общем, посмотрите. Почему-то чудомерно. Витали все время записи этой чудовищной фамилии, и сказали... Благодаренно я вас запомнил, что он проникнул у него, а там никак не будет. Что еще тут? Ну, там Выковские орбиты, какие-то понятия есть такое еще. Вагия. Ну, там нет, Выковские. Ну, ладно. Честно скажу, никогда не слышал. Полупонятия тоже вот это встречается. Ну, там симметрия, по-моему, какой-то. Ну, я посмотрел там. Орбиты? Да, по-моему, орбиты. Ну, интересно, я даже не слышал. А, сейчас, сейчас. Да, но, возвращаясь к этому, значит, все точки общего частного положения, они нумерованы, вот, так сказать, рамках, то есть, перед целиком. Ну, например, точка 0,0, да? Надо будет иметь тип 1а, да? 1а, и иметь точку 0, да? Что это означает? То есть, кратность этой точки, вернее, во сколько точек размножится, размножится данная точка, да? Поддействие всех симметрий, одна единица. То есть, Вы на одну точку поддействовали, одну другую получили. Понятно, да? А это просто порядковый умножитель, да? Значит, следующий там будет точка тихо-б, точка c. Ну, давайте, значит, у нас, допустим, берем точку какую? Точки частного положения какие-нибудь, x0, да? Точка x0 и точка xx, да? У нас все точки, которые положатся вот сюда, да? Сюда, сюда, тебя и сюда, да? Они вот такого типа, да? Точки. Ну, которые вот сюда, да? То есть, а мы с вами оси координат нарисуем, да? То это будут точки у которых, то это будут 4 точки, соответственно, x0, 0x, да? Соответственно, минус x0, да? И x0, минус x. Вот мы 4 точки здесь получается. Соответственно, у нас будет правда здесь, ой, 4, да? Таких точек тоже было 4, да? То есть, они лежат на диагонаре, да? Причём, под x понимается какой-то, ну, параметр. Иногда бывает здесь написаны явные числа, там, одна вторая, одна вторая ноль. И он всегда так будет не зависеть, там, ни на чему. Ну, это в единицах, там, a, b и c, соответственно, на вторая, да? А тут просто будет идти по-другому параметру. То есть, это тоже 4c, да? Ну, и, соответственно, у нас будет 4d. Это будет точка общего положения два разных параметра x0, да? Ну, их тоже будет 4. Ну, то тут надо как-то, да? То есть, минус x минус y, да? Ну, и, так, если минус x минус y, и x минус y. Ну, и тут тоже понятно, да? Минус x минус x, минус x здесь. Ну, а почему x4? Восемь уже вроде как там шагать. Ну, если мы вот эти... Восемь, восемь. Восемь. Потому что она вот сюда размножка. Сюда, 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 сюда и сюда. У виков там не должно быть h буквы. Да? Там правильно, но только h не должно быть. Ну, в день и утра? Нет, две. Две, да? Да, две f. Ну, это вот, так сказать. И, естественно, на этом дипа у вас всех говорят. А вот это все расписано. Ага. То есть, вы можете либо вот это вводить сюда, программу там бейт там симметрии, либо только первые типы. Вот этот, этот, этот. То есть, вы говорите, что группа симметрии там квадрата D4, позиция там одна третья, две пятых. И рисует все вот эти вот восемь. У нас тут еще позиция, да? Тут только надо получить 4 и нарисовать Y. Ну, там не понятно, о чем. Как это? Как там? Можно это так? X, Y. Y, X. А, ну да. Y, X. Тут еще 4 и переставлены, переставлены. Вот. Либо вы вот это вот наберете, он говорит, да, группа D4. Это тоже очень важно для проверки. Часто бывают товарищи-кристаллографы или декторановы, или еще кто-то, они ошибаются и пишут там, да, в группу там, не X0, да, какую-то там, не знаю, одна-вторая главная группа пишут. Или там еще чего-нибудь пишут. И пишут какую-нибудь позицию, да, которая не существует, да. Вы начинаете вводить программу, а нам говорит, ой, вот эта позиция у вас размножается там, на 4, да. А по химическому составу видно, что их должно быть два таких карта, магнитарные отчейки. Значит, начинаете искать, где окарались, заваривающие подачи. Ну, либо вы неправильно ввели, либо эта статья неправильно печатана. Значит, надо искать какую-то альтернативную литературу, да. Либо соображать, где ошибка произошла. Либо они поменяли местами какие-то. Значит, ну, это слишком симметричная группа. Там часто бывает, там еще три координаты, да. То есть, они поменяют местами координаты, да. То есть, по циклу там можно переставлять, да, X, Y, Z. Их там переставили, а вы подставили непереставленное. И у вас, соответственно, там она размножила ее и как точку частного положения, и как точку общего положения. Вы получили там 48 штук. И вместо 28, например, вызывайте там вместо 3-х, вместо 4-х, вместо комнатных. Начинайте искать. Это все обычно. Раньше это не надо было бежать в Библиотепу, в группу вот эти кристаллографические публицы, да. И так далее. Но со временем, там, северковские эти кристаллографические группы указывались уже большими паблицами, что они не бегли, корабли разом не бегли. Ну, все, у меня там не только достаточно. То есть, ну, это все по-другому именно. То есть, мы рассматриваем по-другому именно зонных расчетов, да. Как это практически используется в зонных расчетах. Как эта информация называется? Называется хауту. Да? Вот этот, значит, библау сервер, он вот это все проставляет от контролера. Значит, на нем культуру точечный друг, да. Культуру точечный друг. Существует где-то, шайпиз. 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 Да? Те международные. Номеркультуру точечный друг давайте так подчеркнем. Здесь мы пишем а нем культура элементов, да? Элементы круг. Элементы круг. Элементов То есть тут шерфи, если вы не могли узнать, значит. Ну, где-то. Шерфи, я не помню, как он так пишется. Ну, посмотрите. Могу ошибаться. Просто часто встречаются. Е или гин, да? Это у вас юридичный элемент, да? Да, это действенное преобразование. Действенное преобразование. Значит, С2, 2. Это ось вращение второго порядка. Ось вращение второго порядка. С3, С4, С6. Ну, вы, наверное, слышали, что... Вообще, то, так сказать, с точки зрения, симметрии и природы, да, не существует... Не должно существовать кристаллов социальных порядков других порядков, да, социальных других порядков. Тем не менее, все-таки были синтезированы, так сказать, системы, которые обладают, ну, примерно, больше пятого порядка, да? Они, как-то называются, то есть супер-кристаллы, то есть что-то такое. Да, по-моему, супер-кристаллы. Значит, могу уточнить? Что-то термин вылетел. То есть это некие искусственные синтезированные системы, да? Которые, вот, позволяют... Ну, собственно, содержат такие противоестественные оси вращения, да. Тем не менее, это любая большинственная структура, ну, в смысле, кристаллическая, потому что в том смысле, что есть там симметральная синтезия, это бесконечный кристалл. Нормально там у меня что-то работает. Все, все соответствует определению, только есть оси в пятом порядке. Значит, есть инверсия. Инверсия. Инверсия получается немножечко с чертой. Ну, или иногда здесь инверсия получается вот так, вот так, вот так, и, ну да, с точек маленьких. Значит, синяя. Это у нас плоскость отражения. Плоскость отражения. Значит, здесь у нас получается такая. Значит, более хитрые вещи. С3, С4, С6. С4, С6. Значит, это зеркально-поворотная ось. Значит, это зеркально-поворотная ось. Да. Ну, соответствующий порядка, да. Какая-то много разного оси. Что такое? Ну, с этим все понятно, да. То есть, вращение, отражение, да. Такая, инверсия. Это, ну, там, все понятно. Непонятно-поворотная ось. Это такая, значит, конструкция. Такое пример рассмотрим. То есть, вот, в кубической, кубике, да, основной, основной, осимметрией, да, является инверсного искритивого порядка, да. Ну, как оно действует. То есть, вы поворачиваете на… Да, вот она ось. Интересно, ось третьего порядка. Управленная. Ну, то есть, эти называются инверсные осьи, а эти зеркальные повороты. Не знаю, почему так. Идея какая-то. Вы берете точку какую-то, да. Ну, допустим, вот с этой и начнем. И поехали. То есть, вы ее вращаете на 120 градусов. То есть, мы отсюда попадаем вот туда. После этого делаете инверсию, да. То есть, если это первая точка, да. Вы вращаете на 120 градусов, да. И делаете инверсию. Она попадает вот сюда. Вторая точка. Дальше вы вращаете эту точку опять на 120 градусов, да, сюда. И делаете инверсию, попадаете вот сюда. Третья точка. Вращаете ее на 120 градусов. Так, еще раз. Начали отсюда, да. Это ближний. Вот сейчас. Вернули. Вернули. Дальше. От этой точки мы пр возвращали. Не все время мы только вращали, а все время в инверсии. Да. В этой точке. Провращали и попали вот сюда. Сделали инверсию и попали вот сюда. Дальше отсюда, провращали сюда, делали инверсию, упали сюда. Провращали, делали инверсию, упали сюда. Так вот, так, возвращали, упали сюда. Теперь провращали... Так, если бы открываться, то есть, да, и вернули сюда, то есть, третья, какая здесь, четвёртая, как это будет. Пятая, да? Ты верхняя четвёртая, как это будет? Да, четвёртая. Ну вот, нет, третья, третья, если бы... Вторая, сюда провращали, вторая, отразили, да, дальше сюда провращали, отразили третья, и сюда провращали, отразили четвёртая. Так, четвёртая. Дальше, ещё раз провращали, отразили пятая, ещё раз провращали, и шестая, да, и ещё раз провращали, и сюда отразили. Попали в первую. Попали? Попали в первую. Вот такая вот, вот такая вот, да. Немного. Немного. Надо по всем подбежать совершенно. Ну, подавайте еще раз. Так. Давайте еще раз. Ну, давайте с этой. Сами с этой, тогда мы можем здесь что-то сделать. Поворачивать некуда, да? Только если сделать. Сюда вот придет. Сюда вот придет. Еще раз. Подвернули. Сюда вроде бы. Подвернули, отразили. Повернули, отразили. Подвернули, отразили, да? Еще раз. Подвернули, отразили вторая. Подвернули, шестая. Третья. Третья, первая, отразили, четвёртая, парень уже вниз. Во вторую. Да, парень во вторую, в пятую, отразили в пятую, в третью, в шестую. Ну, шестую, четвёртую. А может, при инверсии, когда нам просто нужно вращать куда-то в сторону? Т.е. мы инверсию сделали, а Ось теперь в другую сторону смотрит. Т.е. мы сначала... Мы уже инвертируем, а вот он все единится. Ну да, да, да. Каждый раз. Ну да. А, ну да, да, да. Может, я неправильно сделал, но вот так, наверное, надо делать. Вот, в кубическом кристалле, надо действительно направлено при кубической симметрике. И вот так вот направлено, третий, в порядке. Третий, в порядке, да. Третий, в порядке, да. Третий, в порядке. А какой-то такой... Т.е. Т.е. 90. А, в порядке, в порядке, в порядку. Какой-то, вот такой дитральный полочек? Угу. Т.е. Т.е. отразили первернули отразили получили вторую точку повернули отразили получили четвертую точку С таким лакаром мы получаем с вами тегратор. Вот у вас тегратор получился. Тегратор получился. Кубик даёт. Просто эти точки, видите, они оказываются неподвижны относительно оси третьего порядка, которые касаются вершины, да? Они не связаны или не в России просто? Нет. Там какой-то есть значок, я забыл для, то есть это у нас, для каких-то из них закрашены, а каких-то не закрашены. Кто из других закрашен, а кто не закрашен. То есть там есть как бы квадратик, который здесь закрашен, и нужно квадратик по кусту. Это очки для чего-то. Но сейчас всё равно поднимем и беги. Посмотрим. Вот здесь вот у нас очень красиво, да. И существуют ещё элементы... Да. Всё-таки вопрос, вот почему, значит, здесь эта ось, там, универсная ось шестого порядка, да, и сейчас выставим циркально-поворотной оси третьего порядка, да. Давайте тоже посмотрим. Ну, возьмём... Ну, возьмём... Чего возьмём? Ну, шестигранки давайте возьмём, да. Шестигранки. Значит, здесь мы поворачиваем на 120 градусов, да, и делаем отражение, делаем инверсию. Здесь поворачиваем на 60 градусов, да, и делаем отражение. А здесь поворачиваем на 120 градусов, и делаем... Вернее, здесь делаем инверсию, а здесь делаем отражение. Угу. Вот это разница. Ну, сейчас... Даже не должно получиться... Ну, давайте берём первую точку, да. Значит, что у нас такое? Универсная ось шестого порядка. Универсная ось шестьдесят градусов отразили, да? У нас вторая точка, где углубление 60, отразили. Вот, у нас третья точка, да. Универсная ось шестьдесят. Угу. А здесь... У нас что получается? Универсия 120 сначала. Значит, поворачиваем на 120. Плоскость отражения должна быть, да? Да, то есть у 120 этажа, 120 этажа, 120 этажа, 120 этажа. Одно и то же должно. Давайте сделаем методичку. Здесь у меня почему-то написано так, но в голове почему-то у нас сложилось, что они наоборот так должны быть. Ну вот так и получается. Если мы берем после отражения шестого порядка, да? Получается. Сюда. Плоскость отражения. Плоскость отражения. Но мы должны быть предприятием. Здесь неправильно. Просто пример выбрать. В простом случае здесь просто так не получится. Плоскость просто идти. Итак, вероятная рост, да, начинаем рассудить структуру. Первая. Ну, допустим, вот шестого порядка, да. Сюда, это здесь, да. Вторая. Сюда, это третья. Сюда и вертирует, да. Это четвертая, сюда и нарутирует. Это пятая, сюда и нарутирует. Пришли сюда, да. Вот у вас получилось два треугольника. В смысле, по двухторону смотреться. Теперь, если берем зеркальность третьего порядка, да. По вертируле отразили, соответственно, по вертируле отразили, по вертируле отразили, по вертируле отразили, по вертируле отразили. – Да, то же самое, да. – Дискально-поворотная ось, то есть здесь умерсия, поворот плюс умерсия, а здесь у вас поворот плюс отражение в плоскости перпендикулярной оси вращения. Ну и, чтобы закончить этот парадок, а, парадок еще другой будет закончен, чтобы закончить это вот. Существует еще некоторый набор операций симметрии, которые как-то не попали. Существует красный симметрии типов – это плоскость скользящего отражения, плоскость скользящего отражения с трансляцией, на полграни, на вторую грань. Ну, грань, конечно, была. Что такое? Значит, вот у вас грань ваша, да, ну там, как бы говоря, длины, длины А, да? Что у вас происходит? Вот ваша плоскость скользящаяся, да? И что-то у вас какая-то точка была, да? Что у вас происходит? Ну, обычно на другой грань. У вас происходит что? У вас происходит трансляция на полграни, да? Потом отражение. Да. Вот такая будет. Потом трансляция на полграни и вот это отражение. Туда. 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 на половину ребра на лице ну тут что дальше, что ребро, разница какая если мы говорим параллель, мы должны рисовать с вами некую плоскость то есть у вас была точка здесь, вы ее странсиливали под серединку, она возникла здесь еще раз странсиливали, она возникла здесь на полу-грампе ну понятно, да а здесь на полу-ребран вот такая картинка ну давайте здесь можем написать это L а здесь напишите там A, Z, C у вас здесь вот трансляция сюда отражение еще вот эта трансляция еще одно отражение есть еще D это плоскость входящего отражения плоскость входящего отражения на трансляции трансляции на половину на половину ну ну поехали Здесь была где-то точка, чтобы у нас после этого попало. Вот эту точку берём для транслированного антиоконалия. Транслированного антиоконалия. Отразили на антиоконалии. Значит, в кубике это что будет? Допустим, берём вот эту точку. Транслирован её. На кубе грандика. Следующий ещё кубик. Т.е. она попадает, должна попадать или сюда. Сюда она должна попадать или сюда. Скорее всего, сюда должна попадать. Транслированного куба. Ещё раз транслированного. Т.е. оказывается. И шкулы поминают. Плантовая механика. В частности, мне понравилось. Доказательства такие ремы. Блок. В смысле теории грубка. А. Да, поскольку теория облока касаются группы трансляций, то трансляционная группа – это абелева группа. У неё ещё есть коммутация. Ну, без разницы, как мы странслировались. Сперва на А, потом на Б, или на Б, потом на А. Правильно? В одних абелевых группах оказывается, что все неприводимые представления имеют размерность единицу. Соответственно, все собственные значения такой, величины, соответствующие, у них будут С-числа. Поскольку один С-числа, они могут быть только, ну, в смысле, комплексные числа, да, у них есть там фаза и амплитуда, да, или модуль, и фаза. И, соответственно, у вас, получается, все собственные числа образуют… Собственные числа являются корнем квадратном соответствующей там степени, да, корнем соответствующей степени из этого С-числа. То есть вот у вас все эти повороты, получается, все трансляции… Вернее, все трансляции приводят к возникновению этого добавочного донателя Е в степени… Ну, на фазу, да? Не фи, да? Какую-то фазу. Ну, только курью, ну, там, с точностью, насколько вы сдвинули. То есть я, собственно, совсем математически точно распроизвел, как бы, да, но мне понравилась эта концепция, да, амбелевая группа, значит, собственно, изначили только С-числа, значит, у них только они могут быть, там, только корнем, а, соответственно, только фаза. Ну, все доказали. С-транслировали, получили добавку фазного обложку С. Ну, так просто. Вот. И в этом смысле там большая наука, и мы с этим столкнулись с сверхпроводивостью. Они тоже любят классифицировать по симметриям, по всяким, сверхпроводивостью. Фаза там есть тоже, да, тот же модуль, да, то есть мучина там сверхпроводящей щели, фаза сверхпроводящей щели. Вот то, что он будет читать. И, да, вся классификация, на самом деле, всех сверхпроводящих состояний у нас состоит именно на этом, на симметрии, да, соответствующих щели. Вот. А дальше люди пошли еще дальше. То есть есть система. В КРПСе ничего полет не возможно только. Как то, например, гели-3, да, то есть там система великолепная, взаимодействующих фермионов, классической ферми-жидкость и так далее. Но там куча всяких фазовых переводов, почему одно в другое переходит, понимаете, непонятно. Кристической структуры нету, система крайне сложна, чтобы ее просто описать, ну, так сказать и прочее. Но вот люди придумали использовать там симметрию в качестве этого, ну, некого, вот так, инструмента, да. То есть они рассматривали переход фазовый, да, переход, там, из одной фазы в другую, как нарушение состоящей симметрии. И на этом все, как бы, наворачивали, там, страшно жуткая наука и так далее. Ну, в частности, там были работы, которые там показывали вообще, в каких кристаллах, у меня какой, какие типы сверхпроводимости по симметрии разрешены в кристаллах, какой симметрии. Вот, какие были работы там, да, то есть это у нас кто там, этот… Ой, вылетело из кого-то. Да, у меня сейчас живет мужик. О, Криша, Криша. Воловик. То есть Воловик, и, по-моему, кинсбук, да, по-моему, статья была. А, с другой стороны, была статья Сибири и Страйси, два швейцарских ученых. Они тоже там классифицировали симметрии, все управляющие состояния по симметрии и так далее. И там вот в чистом виде вот эта вся байда, теорий групп, все эти там унижения, ортогональные теоремы, теоремы-ортогональности, представления, ну вот, понимаете, и сразу же вы получаете, грубо говоря, таблицу «чего быть не может никогда». Вот, если у вас там три варианта в данной структуре, то какая реализуется, это еще вопрос. Потому что все три сразу, и будет какая-то хитрая конкуренция между ними, да, какая-то побеждает в одном случае, какая-то в другом, либо все три сразу. Но они не запрещены, понимаете, то же самое, как бы. Ну, до того не будет точно, вот такой точно не будет никогда. До тех пор, пока вы что-то там в системе не сделаете, понизите симметрии, повысите симметрии, еще что-то там. Ну, у меня вот дипломы работают как раз связаны с этим. Исходя из симметрии, я определяю возможную магнитную структуру в кристалле. Вот, и там как раз тоже такой же момент. То есть вот по поводу магнитизма, смотрите, на сервере, там по поводу тоже есть, и тема в группе симметрии. Это тоже отдельная там тема. Ну, то есть я к тому, что, видите, то есть с одной стороны, это активно используется, да, с другой стороны, ну, в смысле, в таком достаточно высокой, ну, как бы так, высоковом теоретическом, да, исследовании каких-то данных, а вот здесь она используется, ну, напрямую, да, так сказать, с очевидной геометрической аналогией, скажем так, да. То есть там не всегда можно построить очевидную геометрическую аналогию, или может вообще не быть, может вообще просто абстрактная там группа. Просто используя, ну, там, строгую логику математическую, вы понимаете, что есть чего нет. Здесь есть очевидный образ. Я как бы просто думаю, что это, в общем, очень существенная часть, важная, да, потому что она обычно как-то проскакивает так. Теория группа, что за потолок, непонятно, пролетела, да, связи никаких не установилось горизонтально, да. Кристаллография там, там тоже, никаких тоже связей не установилось, то есть там теория симметрии сейчас, допустим, там, раз тоже ничего как бы не схватится ни с чем. То есть я, ну, как бы, вот я к этому, собственно, и иду. Сейчас я помню свою книжку. Мне нравится, все-таки есть геологические учебники, они писались не то, чтобы показать, что это эндортомия, а то, чтобы люди научились. А наши учебники, они почему-то покажут, пишут, чтобы показать, что, ну, это кто-то твой еще дебилов, которые не могут понять элементарные вещи. И, как бы, ну, у нас есть разные точки зрения, но, знаете, все равно, что там, пришел человек первый раз, фраза уже взяли, да, лишь там 200 килограмм, ну, сломался, ну, все равно, ну, все равно. Зачем ты вообще делал? Ну, все равно. Нанесли товарищу там тяжелую травму, значит. Ну, здесь, как бы, физических правов нету и увечий. Ну, я просто наблюдал на нас в группе, так, впрочем, нас дальше в советское время убили. Этот метод естественного отбора, направленный путем объема работы, да, ну, как выбирали, там, великих хоккеистов, да, то есть их просто гнали всех, там, не выживали, но упадут на грамме. Ну, собирали детей со спортшколы. И был какой-то там стандарт, ну, скажем, которому человек должен тупо соответствовать, да. Ну, просто здесь очевидные аналоги, я не знаю, может, для вас наука более очередной, но здесь более очередной. Вот их всех гнали на этот стандарт привать. То, что по дороге 99% там получали там страшные травмы сердца, там, всю жизнь, там, позвоночника, еще что-нибудь там. Вообще оставались инвалиды, наверное, никого не интересовало. То есть у оставшихся процентов это была, там, сборная по хоккейу любого уровня, которая всех там делала, как только могла, понимаете, или на лыжах там убегала, вообще просто со страшных свистов. Ну, а то, что с этим происходило, как бы вот, это никого не интересует. Прикол-то заключается в том, что не все те, которые вылетели, они, как бы, не приспособлены на спорте, просто до программы не подошла. Вот. Но и в науке тоже самое раньше было просто. Вот если он до уменьшится, то ты не берешь теоретическое умение, значит, ну, чувак, не сдаешь в музее, у детей какой-то. Ну, давай. Понимаешь? Вообще, зачем ты физику пришел, не очень приятно как-то, ну, ну, ладно, что там, раз, подвигаешь там, зарплату, если не какие-то результаты, ну, ну, понимаете. А проблема-то может быть немножко другом, как бы. Вот на Западе они, как-то, люди погуманнее, да, то есть у них, как бы, и спортсменов вроде много хороших, да, и прочее, но они только давно поняли, что, ну, это надо более индивидуально, да, то есть можно разными путями прийти к высшему, как бы, результату. Ну, и науке то же самое, почему у них такие учебники-то и получаются, да, то есть у вас есть много учебников, которые там с разных точек, там, разжегут, там, то есть они, как бы, не предполагают ничего и замечают, они предполагают, что пришли и начали, ну, склады отделить, убить, там, умеете, да, интеграл взять простенький, там, производный простенький, все, поехали. Ну, как бы, дальше, да, дальше в меру способностей, ты осилил, как бы, Либи, там, не осилил, ну, скажем так, все возможности, дебюты, а у нас просто начинается почему-то с какой-то уровень, там, по этой отсечке, ведь, и как, там, многим туда запрыгнули, в эту, за эту отсечку, никакого рецепта нету, понимаете, то есть предполагается, что отбор происходит по этой отсечке, да, в отсечке и вверх. При этом здесь, там, теряется, большое количество людей. Раньше, ну, какого? Интеллектуалам некуда было одеваться, они все умились и думали, да, ну, куда одеваться в маргинал, да, там, человек прекрасно играет, там, в какие-то, там, шахтаты, не знаю, там, ну, занимается, там, каким-то, совершенно, там, залудными, там, вещами, там, какие-то абстрактными, там, теориями, ну, да, убедно не убиваться, а на завод он не пойдет, там, прочее, как бы, все. А сейчас, пожалуйста, его, там, ну, если, там, при больших подходах, какой-то бизнес, в общем, с удовольствием, там, возьмем, ну, да, теория, там, абстрактная, как-то, ну, там, есть же люди, которые у тебя абстрактной теорией, видят, что это можно приведить, там, с какой-то пользой, там, ну, там, народном хозяйстве, будет увеличить прибыль, там, оптимизировать расходы, там, ну, что-то с этим делать, там, лучше детали делать, более качественные, там, еще что-то. Ну, и, естественно, плюс это люди, как правило, которые еще понимают задачу комплексно и быстро структурно, комплексно, понимают, видят задачу слегка, нас испытывают блока, блоки, связаны, мы понимаем, что здесь слабый блок, что-то раз, там, сложится, там, они развалятся, там. И эти люди, они сразу же там, мысли-то раз и сами, теперь из кого выбирать, ну, в шоках, там, в шоках, на руки, да. То есть людей, пришедших на луку, там, полтора человек, которые хотят чего-то вообще знать. Ну, хотя бы, хотя бы, так, что ли, пришли, допустим физику, не просто потому что, там, а, надо откосить от армии, а, мама попросила, там, в целом, я посижу где там, ну, ну, наименьший рейтинг, значит, там, 5 лет просижу, получу свои корочки, устроить кассиршек с дырбан. Не таких людей, не 100 человек в каждом курсе, реально полтора человека с другой, а еще с ними сильные преподаватели. Ну все, дальше возникают все те же самые проблемы, которые возникают. То есть куча бесцельных людей приходят, их надо мотивировать, формировать у них цель. Такая сложная задача, ну можно когда-нибудь преподавать. Это осознавать, что один человек пришел, хочет быть физиком, один человек пришел, так можно, наверное, дырку в голове просверлить, никогда не станет физиком. А 8 в серединке, да, из-за 9-10, это вот как вы проведете преподавательскую деятельность в программе. То есть, если вы их их планкой отрежете, да, как это было, значит, начали все сразу, 90 там, 9% выбрать, там, если вы, значит, в иголку зашли как-то так, ну тогда и есть шансы. Ну все 8 вы не получите, да, ну какой-то шанс есть. Все это просто связано с тем, что их недостаточная мотивация, недостаточную четко определенную цель. Ваша задача – мотивацию не убить, развить, цель сформировать. Ну все, и эти люди, они вполне могут быть очень даже талантливыми, они просто не понимают, вот часто студенты не понимают вообще ничего. Ну то куда мы проведем, ну то есть, мы сейчас уже на старших курсах, да, вспомните, как вы выбирали, допустим, первоночного коммуника. Спонтанно. Неправильно, да, то есть, редко, за редким исключением есть люди, которые говорят, так, все, вот я пойду кристаллы выращивать, все еще. Жить не могу, ну как кристаллы, почему выращивать все там. Такой человек попадает за нам. Ну, таких по статистике 5%. Ну, это еще при учете, что вы возьмете полностью все общество, да, то есть, когда у вас уже пушество там отсеяло денег, зарабатывают большие куривания, то есть, там проценты падают все просто. Ну, то есть, уже сито прошло, да, то есть, сюда просто люди не пришли. Угу. Ну, тогда из остатка что-то забавлено и установится. Ну, это так. У вас есть вопрос о теории группы квантовой механики, а вопрос о теории продаж квантовой механики. Да. Забрасываются счетов. Значит, там циферка 2, да, у нас там была циферка 1, уменькатура элементов, да, точечных групп. То есть, циферка 2, уменькатура главных направлений, да. Да. Значит, там сейчас мы, определения нету, но сейчас вы поймете, о чем речь. То есть, мы могли имя. Ну, грубо говоря, это вопрос о том, как распознать символию по структуре и точечных групп. Да. То есть, мы с вами разобрали какие элементы там. Получается там 1, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 6, да, там, плоскости инверсии, еще какие-то элементы, да. То есть, как вопрос по набору этих элементов, понять вообще, с какой группой ты, с какой символией вы имеете дело. Так. Значит, ну, может быть, надо было начать с треклимной. Давай, давай, вот так, я сейчас снял. Начнем с треклимной, да. Это у меня позже сделаю. Да. Треклины у нее в главных направлениях как таковых нету. Да. Главных направлений как таковых нету. У меня просто есть либо степени, есть только центры версии. Главное направление надо идти в ночь. Рабоэдрическое. Пока просто скопируйте с доски, а потом мы поговорим с вами. Значит, четвертая, пятая, шестая. Это у вас... Ой. Рабоэдрическое. Давайте сейчас к нему здесь подпишем оторогическое. Оторогическое. Рабоэдрическое. 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 Требуная. Требуная, да. Требуная. 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 Рабоэдр hits. Рабоэдрическое. Седьмое кубическое. Значит, в квадратных скобках это действительно набор направлений, имеется в виду, да? У вас, грубо говоря, один есть такое, значит, из каких направлений? Шесть, да? Три. Туда, сюда и так далее. Значит, что это такое? Все наши группы, как я вам уже говорил, ну, двумя, да, то есть. Они заключаются либо одной, либо двумя, либо двумя, либо двумя. Ну, то есть, грубо говоря, P-1, да, какая там. а В, В, Д, В, В, Д, 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 Ч. 1 ну или там ole 6 нет сейчас есть эти 3 позиции 1 позиция 2 3 3 позиции, 1 позиция, 2 позиции, 3 позиции, 1 позиция, 2 позиции, 3 позиции. Да? Соответственно, вот это они и есть. 1 позиция, 2 позиции, 3 позиции. То есть это, грубо говоря, вдоль какого направления у вас направлен спецпрещение метра. Да. То есть если мы говорим с вами, допустим, вот это вот типичный пример актерологической группы, да, актерологическая группа, актерологическая сингония, вот это, да, то есть у вас соответствующей плоскости отражения, да, и, так сказать, некулярно соответствующие метровления, да. То есть теперь эта плоскость, индивидуально z, y, y, z, z, y, z. Ну то есть мы просто договорились, да, что такой порядок возможно. Вот это вот типичная кубическая группа, да, кубическая группа. У нее, соответственно, плоскость скольжения, то есть z, относительно главной диагонали ось вращения, это ее порядка инверсная, да, ну или грани, фактически, да, после затражения перпендикулярно диагонали грани. Вот, собственно, от этого вот главная ось. То есть переводится как в главных направлениях. Ну и теперь, значит, давайте. Просто иди сразу, да? Ну и правило. Зачем только там вот это вот, минус один, ну, непонятно. Ну почему нельзя 1, 1, 0? Ну, так договорились. Да. У меня тоже был с себя. Вот. Я уверен, что тут есть логическая песня. У меня вроде. Я думаю, это связано, ну, так, нормально, если чисто после такого спекуляции не попровести, по каким-то причинам такой выборный, более симметричный. То есть если вы возьмете другой, да, скажем, какой-то другой из этих направлений, да, то вам придется еще какое-то там дополнительное прощение, трансляцию сделать, да, и вы все равно перейдете в это направление. И относительно этого уже все, как бы, матрицы, которые соответствуют, да, всем элементам там прощения, отражения данной группы, они уже все будут действовать правильно. Да. А все, что не я, так, посоведется к этому, и будет то самое. Ну, просто договорились о таких обозначениях, и, соответственно, на всех бедит. Либо просто, чтобы, ну, так сказать, просто произвело выбрать. Представляете? Да. Может быть, все, что угодно, да, то есть у вас должна быть какая-то система. И соответствующие матрицы, они, там, выписаны для каждой группы и так далее, и у всех вращений, там, ну, в частности, на, там, бильбал, вот, допустим, пряник. Там каждая позиция соответствует импору, там, каждому генератору соответствующих матриц, там, каждой позиции, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, там, кубическая, там, 48, матрица, да, у нас какого-нибудь, ну, длинный, там, одна. Вот. Значит, правила предпринятия церемонии по главному направлению, да. Мы там определены церемонии по принципу церемонии, по главному направлению, по главному направлению. Да. То есть, если у вас, значит, трипильная, да, трипильная у вас в групповой центр инверсии, то есть, если у вас группа точечно содержит только центр инверсии, а трипильная в этой группе. Да. Значит, а монопильная, какого-то, у вас и вось второго порядка, да. Ну, здесь мы видим, что у нас только одно, да, одно главное направление. Здесь у нас раз-два-три, раз-два-три, и только два. Если вы видите что-то, держащее на втором месте ось второго порядка, это, скорее всего, непосредственно. мы путаем имя, значит, аторомбическое, аторомбическое, это, значит, ну, два-два, ну, два-два-два-два, да. То есть, смотрите, да, то есть, вроде тоже восемь второго порядка на втором месте, да, но есть еще, все, это не, да, В.ПУТИН. ИНТРИГУЮЩЕЙСКАЯ РЕВЬ. Трибинально. ИНТРИГУЮЩЕЙСКАЯ РЕВЬ. ИНТРИГУЮЩЕЙКАЯ РЕВЬ. Ну да. ИНТРИГУЮЩЕЙКАЯ РЕВЬ. Опять же. Она будет держать усть третьего гуля на первом месте. Она будет держать усть третьего гуля на первом месте. Аргенальная. Аргенальная будет держать усть четвертого гуля на первом месте. Ну, в каких-то вариациях. Четвертого порядка. Эксигональная. Эксигональная будет держать усть шестого порядка на первом месте. Ну, кубическое. Кубическое. У нас содержит точь северсного третьего порядка на втором месте. Таким образом, то есть сразу же понимаете, какой тип северсный, но и северная точная группа. Ну, и вопрос только остаётся, что здесь ещё должна быть и средственная. пространственная группа. Какие пространственные группы возможны, каких северсный вы сами записали, да? Какие пространственные группы. Постранственные группы. Это трансляционная группа северсный, плюс точечная группа северсный. Ну, пример. Да. Ну, вот так. Да. Ну, быстрее. Вот. А, ну, быстрее. Товарищ, скажите мне про девочку. Кубическое. Кубическое. Сейчас. Вам проще? У вас не только страничку? Где-нибудь, где-нибудь, там. Орторонбическое. А, орторонбическое. Еще какие варианты. Ну, если Ф. Если Ф есть. А, нет, так вот, да. Если есть F, то это либо кубическое, либо ортономическое. А, ну у нас… А, ну да. Фейс-центр, это граница индивидуальная. Граница индивидуальная. Граница индивидуальная. Так, ну и… Инкулическая. Правильно, одна индивидуальная. В听selо инкулическая… Ну самовидидит самая синметричная группа… Двухaldra m decide… Самая синметричная группа. Двух 101-ти. Двухistä тридцатая техника. Что-то дико, это цифра, да? Давай еще один пример осмотр, да? Вот такая вот группа. Это точно объемно-центрированное и что-нибудь орторологическое. Так, сейчас такие были. Так, всего три варианта. Орторомбическое, катарминальное и кулическое. В самом деле, то, что я вам дал, варианты дико-центрированное. А, тетрадинальное? Тетрадинальное, да. Вы должны складывать две таблички, да? Ну да, да. Да, и бурежуток КРВ плюс вот эту вот катетель. Вот тогда оно откладывается и значит, никак никак не промокнуть. Действительно, вот у вас 8-4 порядка, да. То есть это у вас объемно-центрированная депрограмма. Вопрос только вот в этом, да? Возначение что-то такого? Четыре, наверное, объема. У нас четыре штуки, по-моему. Четыре штуки таких оси. То есть... Ось четвертого порядка? А, нет. Там одна. Если вы придумаете, то у вас вытянули такой кубик. То есть на ось четвертого порядка только в дыре Си Ц и все. Потому что никакой семьи в четвертого порядка. Это означает наличие плоскости отражения. А, перпендикулярные оси, это как раз. Да. Отражение перпендикулярных оси четвертого порядка. И вот там мы поскольку, да? Домашнее портаем посмотреть на ахлл. Ну, выбивала сервер, да? Сейчас посмотрим. Следующий ПС-6. С nee, не смейте вдруг как раз. Три. Ваша задача – посмотреть, что следующий игрок – это трансляция, это не цепи, как вас, и все эти связаны. По форме отчета, если вы можете ее распечатать. Барнами скопировать. Ну что там? Народ даже по заданиям сделать неверно. Хотя, казалось бы, нужно просто посмотреть и рассказать, что ты видишь. Вроде, казалось бы, из списка выбрать группу с соответствующим набором. То есть, они выбирают, печатают что-то. Кто что приносит? Кто приносит направление зоны бюлера, значит, для этой группы? Кто приносит там оптические моды разрешенные для этой группы? То есть, какие группы увидели, кто-то ткнули, что-то печатали. То есть, я призываю вас просто внимательно отнестись к тому, что вы делаете. Что займет, скажем, 15 секунд дольше, если вы уменьшите количество негативных эмоций практически повезя. Ну что-то, мы закончили с вами зоологическую часть, связанную с интрией, и ее смысл, да? И, ну, как было? Физики. Приложения, так сказать, я пытался вам обозначить, да? То есть, пренебрегать ей нельзя. Есть отрасли физики, да? Это вообще теоретики, да? Единственный, это вообще возможный подход, потому что ничего другого не существует. Уменьшенностью виден, да? Придуман, да? И там, ну, какие-то там мрачно-абстрактные дела и так далее. Ну, это же касается всех их суперселегментов, там, телоиструй и так далее. И раньше меня поражало. Начинаешь, ну, по-моему, что книжку популярно прочитали. Покупаешь по этой, как его, по телоиструй, да? Там ни одной формулы нет. Вот такая книжка. Читая, да, и там такой, ну, поток сознания, да, людей, явно употребляющих тяжелое наскольшее человечество, да? Да, вот там, влияющиеся, да. И потом я понял, в какой-то момент, да, прочитав немножко другую книжку, ну, научно, ну, не совсем научно-популярно, да, скорее научно-педологическую, да, все равно есть некая методика научного знания, да, его приобретения, как по осознанию, переваривания и высваивания. Вот, и там проблема связана с тем, что не всему, то есть, ну, сейчас в большинстве своем наука залезла в такие гибри, да, что-то там не существует никакого образа, сколько-нибудь напоминающего нам нашу реальность, которую мы видим глазами и слышим ушами, и, так сказать, понимаемый вкус на запах и так далее. Ничего этого там нет. Все это началось с инвентарной механикой, да, то есть, как бы, ну, да, вы меряете что-то, да, что происходит зачем-то, чего вообще взглядеть невозможно, да, но отрицать его наличие бессмысленно, потому что вы имеете научный факт, да, тут же стоит вопрос о доверии экспериментальной установки как таковой, да, то есть, представляете, вы меряете что-то, что вы никогда не осознаете вообще никаким способом, но каким-то там хитрым преобразованием вы вдруг получаете, да, некий результат, который ступильно повторяется, да, ну, начинается там, возникает абстрактная, в общем, фактически квантовая механика, да, достаточно абстрактная. Но с квантовой механикой, вернее, на ее, так сказать, уровне атомной механики, да, или атомной механики, или атомной физики, там еще можно какое-то представление сделать, да, то есть, ну, самое другое, это как там рисуют обычно ядро, значит, по сферическим треоморбитарям, ну, это не помните, ну, такой значок у атомной промышленности такой, значит, идет, визуализация, да, следующее, там, по глубине визуализации, это то, что мы могли посмотреть на орбитоне, да, то есть, это уже все-таки, ну, вот так вот так, но тем не менее, и тем не менее, даже то, что вы видели на орбитоне, хотя это уже очень многообразно, там, все дела, совсем не соответствуют общей действительности, ну, или, там, частично соответствуют действительности, да, в том, как это все происходит, да, то есть, эти аналогии, там, электрона с волной, которая, там, пролетается, это просто говорит о том, что, ну, нет у нас, понимаете, у нас есть либо частицы, либо волна, там все сразу, то и то, у нас нет такого объекта в нашей жизни, понимаете, который был бы тем, чем сразу, ну, имеется в виду повседневная жизнь, понимаете, и стол, он, так сказать, не волнуется, никуда не девается, там, правильно, не тумилирует, там, вот, и, так сказать, это уже такой момент, где, в общем, фактически, ну, там, то есть, а дальше, как бы, ну, вот эта фундаментальная, связанная, там, с фундаментарными частицами строительной материи, она ушла совершенно в абстрактную область, в которой нету вообще совершенно никаких мыслимых, ну, вообще аналогии таких детям праздников. То есть, там пишется сразу «облакрынжа», и все, из общих соображений, там, ну, что у нас, вот это с этим, это с этим, это с этим, какие-то мегодействия есть, и поехали, короче, пи-ш-ш-ш. А вся работа научная, она сводится, там, фактически, к освоению очень абстрактной, какой-нибудь, там, Абстрактной математике, скажем, более общей варианте, каких этих образов вы там, в сумме, неинтересно, есть такой Брайан Грин, он пару играх испустил в противовую сторону, ну, может иметь, может пить, почитать. Ну, в принципе, толковое простроение Вселенной. Вот, к вопросу, да, то есть, как бы наша, как она сейчас выглядит, да, и завтра приезжаю в Германию, да, в прошлом году, где-то осенью. Ну, такой университет простой, кризис у них экономический, я, по-моему, говорил, там строятся пять зданий, институты новых опять строятся, 20 стейн, вот где-то в городе, да, на городе Льюисе, и все опять строятся. Кризис заключается в том, что строятся очень медленно. Медленно это значит, что за три месяца он будет строить примерно. Причем предполагается, что это будет не просто здание, как у нас мы построили город, у нас начинка тут, естественно, со всеми. И со всеми ставками, то есть новые люди придут, да, новые ставки будут работать, все деньги есть, кризис выучатся, 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 да. Иду, доска объявлений такая, ну, какая-то там, факультетская какая-то, ну, как у вас там висит на пятом этаже, со расписанием, ну, такая же, к примеру, доска, там предприятия таким магнитиком, то есть такое время там, ну, там. Послезавтра состоится лекция, там, Брайана Грина, там, в нашем актовом зале, там, все желающие приходить. Ну, то есть, живой классик теории струнка, бывает, просто приехал, просто ездил. Ну, то есть, я просто простой человек, пошел, посмотрел. Ну, то есть, так же приезжал, там, вот смену я такой, ну, не знаю, что это, не сталкивались много. Нет. Так? Нет. Ну, в теории селекомбулированных систем тоже достаточно, там, очень известно, там, хотел засновать. Сижу я себе, спокойно ковыряюсь, значит, там, включил какой-то дед, ну, такой, ну, дух, колбашечки, плечи, какие-то джинсики, какие-то, допустим. У вас то нет, где они, там, гуляют, не отрываясь, там, показал, там, пальцы. Ну, там, ну, вечером, да, вообще, там, все, там, идут на лекцию гус-виллера, там, я предложил на лекцию гус-виллера, не думал, кстати, что это лечит. Рубашечки есть гус-виллер, задъявляет лекцию, при этом, значит, танцы, да, попадают в осадок. Но, я просто к вопросу, да, то есть, насколько жизнь там кипит, да, причем, я еще думаю, что ничего не надо предпринимать, то есть, там, настолько это все организовано, настолько осознают, как бы, люди необходимость этого общения, настолько это среда, как бы, руль кипит, как бы, ты постоянно в ней, как бы, находишься, то есть, у нас, вроде, условия есть, да, вот сейчас прекрасный зал, там, кондиционеры, там, лампочки и прочее, ну, попробуйте сюда, как бы, там, Брайан Гринске, да. Он же приехал туда не просто семинар давать, надо понимать, да, он приехал, там, на институтцию тесточей, там, в астрофизике, да, работать, там, с Гансом, там, Петером, еще кем-нибудь. Вот, как бы, сели, купили, кабинет, деньги, вместо садов, билеты и все прочее, но это так, как говорится, полбеды, у них еще есть общие интересы, да, там, свое светило, здесь свое светило, там, на муке. Вот, у них есть общие интересы, где-то они познакомились, встретились, чтобы, там, что-нибудь так произвести, понимаете, под это все выделяются, естественно, деньги, там, за которые не надо, там, ну, сколько я знаю их системы, там, не надо до воду и бегать, надрываться, там, так нет, ну, что, это же вообще, там, блин, там, пипец мне, там, какой пипец, какой чувак, там, надо вообще сто пудово, там, просто, знаете, там, никому, там, надо объяснять, я больше, блин, там, мои деньги, например, с вами, там, Иван Иванович, там, приедет, и будет у меня погода здесь работать, не надо, чтобы вот здесь сидел, все уже, там, приезжает, сидит, как говорится, знаешь, там, ну, там, если он в семье приехал, значит, там, для семьи условия, соответственно, два раза на полгода, не надо, там, ну, и по дороге ты, там, можешь пойти, значит, послушать его лекции, там, нет, ты можешь еще и, мало того, что можешь послушать лекции, любой еще может прийти и поговорить, ну, может, там, тебя не сразу там примут, там, во всяком случае, ты придешь, скажешь, там, спокойно, всякая, такой-то, там, какой-то, кто-то, кто-то желаю обсудить, еще, как вы относитесь к вопросу, там, видите, ну, значит, время, там, и мне сразу скажешь, что это обсуждать нечего, значит, читай книжку, там, там, на полке стоит розовая, вот ты ее возьмешь, прочитаешь, потом придешь. Такие-то тоже бывают, и это тоже некий класс, то есть, что человек, там, не знает, психически разменяет, трогает, понимает, что-то знает, ну, как людей, что-то, в этом смысле, как говорят. Ну, это, конечно, посвятительно. Ну, и следствующие, руководители научные, они тоже это все понимают, и это постоянно происходит, это происходит на уровне государственных программ, каких-то, там, мегалабораторий на три года, чтобы потом у нас, там, создались центры мирового уровня, которые эти годы создадутся, понимают, не понимают. В Гюдинге из 1600, там, какого-то там, 20-го, или какого-то года существует университет, понимаете, там, там, были и Гаусс, и Вебер, и этот, там, Риммон, там, не хер знает, кого только не было, понимаете, за эти, там, 400 лет, вот у них, там, есть налога, как их собрать за три года на его внуку, понимаете, то есть они тут, тут они 15 лет не могут уничтожить, или, там, 30 лет не могут уничтожить, проживать, ну, кое-как добили, ладно, по своим законам, не могут уничтожить. Как-то они сюда, типа, я вообще не понимаю, сюда ехать-то никто не хочет, понимаете. Проблема не в том, что денег нет, они говорят, мы приедем, а зачем, вытратить чего. Вот там, у себя в среде, понимаете, у меня есть Турдов Петров, Иванов Сидоров, это люди моего уровня, мы с ними производим научный продукт высочайшего класса, и выдаем его людям, понимаете, хотите, читайте наши статьи, не хотите, не читайте. А сегодня-то я что, приеду? Понимаете? Ну, вот учить будете, ну, хорошо, учить кого? Понимаете, там, я вот здесь, да, а люди здесь как бы, понимаете. Они же не могут просто подписать, что, ну, я учил, то у нас можно, да. Ну, как бы, они чувствуют ответственность, что пригласили, он должен перетаскать, это знание какого-то, и человек сюда дотянет. Надо, скорее, человека туда посылать на 10 лет, чтобы он, если он еще вообще способен до такого уровня амстракции выслить, да, то его вернуть обратно, создать ему условия, потому что он обратно не приедет, а потом еще, к нему, пригласить великого ученого, да, еще какой-то шанс есть, скажем. Ну, так, это вопрос, а в общем, так сказать. Здрасте. Ну, да, наверное, конечно. Совершенно потрясают там. Вот. Ну, это везде так, знаете, там, вроде какие-то, ну, университеты, там, бог есть какие, да. Ну, как же, как же, как не бог есть такие. Не знаю. Не знаю, не в грудью, в грудью можно таким похвастаться. Ну, да, но просто никто не поедет в космос. Зачем? Не с Колкова то же самое, никто не поедет. Ну, зачем? Как он называется? Было такое. Который профессион-то открыл. Новоселов. Гейм, Александр Геймин, Новоселов, наш родной Бельскопрев был очень пройден. Ну, только он Бельскопрев дали. То есть мало того, что они его профукали. Он уехал в Страды, да, поселился где-то там, в Мальчевской Битании. То есть здесь он выучился, да, дальше он просто никому не был нужен, просто уехал. То есть там его просто маурат, так сказать, взяли, да. Совершенно нестандартный мыслящий человек, то есть, ну, просто, да. И дальше они говорят, что приезжайте к нам, сколько вам денег дадим. А что он честно написал просто в интервью, да, и он честно там написал, показ, например, мне с вами не очень хочется иметь дело, потому что вы не понимаете, что просто дав денег, наука не появляется. Ну, ладно. Ну, все. Ну, там дальше расшифровка идет этой фразы. Ну, собственно, заключается в том, что эти деньги должны даваться там 300 лет и каждый год в независимости. Кризис у вас, где кризис, там, какая разница, прививайте. Никакого не интересует. Хотите, пожалуйста. Ну, как английский бозор, поливайте, постригайте, а так любите, постригайте, они просто появляются. И все. А у нас, давайте дадим денег на облачные технологии. Ладно, начинаешь там разбираться там. Ну, мне просто было интересно, что такое облачные технологии. Сейчас разбираться там, что такое, почитал, насколько денег дается. У нас дают денег на год, у них грант на 5 лет, на 5, по-моему, лет. Суммой, которая составляет 10% от годового вливания денег в это же исследование только фирмы «Фимлет Пак». То есть они в год в 10 раз больше, чем мы за 5 лет. При этом у нас ставится цель выйти на уровень фирмы «Фимлет Пак». При том, что они уже 20 лет в это деньги бабахи, причем ровно в том же объеме, сколько выпало. тогда, да. Не надо смешно. Да, если 5, если у людей не складываться, если в смысле 2 плюс 2 получается 5 все время, понимаете, ну, Ну, в общем, не михайден, конечно, так. Я уверен, будучи президентом, вообще отличился. Расспрашиваю там, какой-то советник по экономическим вопросам. Бывший, ну, такой, математический экономист, экономический математик. Серьезным ученым. Ну, это вы, эгоист, это, скорее всего. А что-то он говорит, говорит, ну, Дмитрий Анатольевич, а какие законы, не экономические, не математические? Я не говорю, что подошел в период, значит, Дмитрий Анатольевич, не долго думая, по телевизору показывает, просто пересказывает, имею право. Что-то экономическое. Экономические, у нас экономические законы главные. Понимаете? Все. Ну, полностью выражая состояние всего, понимаете? Просто экономический закон главный. С экономической точки зрения, вы не выгодно развалили всю экономику. Понимаете? Ну, какой-то там директор Иванова там выгнать, в конце концов, потому что он с каким-то радоел, воевает вообще. А просто так, с никого развалили. По экономической причине. Нормально. Нормально. Еще ништяк, понимаете? А то, что по математическим законам этим приведут к катастрофе всего остального, это как-то. Очень интересный факт. Так. Рагов пятый. Мишут из броши. Ну, частично об этом мы говорили с вами, сейчас мы просто... Сейчас мы с вами просто, значит, что еще тут появится решетка. Ну, а вот жаргон, конечно, давайте, кристаллический. Кристаллический. Решетки с пальцем. Кюре от элементара. Это решетка. Кристаллическая решетка. Более чем одну атомную. На элементарную ячейку. Ну, элементарная ячейка, это мы понимаем, что, значит, это тот минимальный прием, в котором мы можем запомнить и запомнить все пространство, когда там используются действующие трансляции. Ну, например, самый простой пример. Вот это как. Значит, у вас могут быть такие варианты. Ну, давайте, ну, вот это, да. Вот наша элементарная ячейка. Вот такая вот, да. Вот наша атома. Ввершина и в центре. Наша атомная ячейка, да. Кубик. Значит, как можно угадать действующие трансляции, да. То есть можно угадать трансляции чисто комические, да. Можно угадать трансляции чисто комические, да. Кубические, да, литера трансляции. Кубические литера трансляции, да. Здесь надо идти на меня. Да, кубические, да, получается. Значит, понятно, что в каких литерах трансляции вы никак на атом не попадаете, да. Тогда вы должны задать им в базис, да. Заберем в базис. Заберем в базис. В базис попадает атом с вектором 0,0, да. И атом с положением на вторая, на вторая, на вторая. Да. Либо, либо. Вы можете выбрать ОЦК векторатно-транспязка, да. ОЦК векторатно-транспязка. ОЦК векторатно-транспязка. ОЦК векторатно-транспязка. 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 Ну и ОЦК векторатно-транспязка. Да. тогда войска нет ну правда здесь понятно что хороший красивый кубик здесь как достаточно косы кривая такая по любите обычно выбираю синтетичные вектора трансляции 1 2 с минусом 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Значит, итак, из-за этого есть тюрьма. Вам просто преобразовать матрицу, что ли? Нет. Что? Матрицу преобразовать, что ли? Вот так вот. Грубо говоря, единственная комбинация этих векторов даст вам вот эти вектора, да? Ну, то есть, что им надо делать? Вот эти склады, который, да? В muffale, давай. Эти склады какие? Они 0,1 да? Дальше все три склады. Глато на 2, 2, 2, 2 такая система векторов еще вот так мы выбрали да а это вектора более хитро выбраны Они выберем следующий, если вы перейдете за центр центр города, вы видите, да, за начало еще, да, вот у вас получается. Спасибо. Одна вторая, одну одна вторая, одну одна вторая, вот сюда, да, через тот, через этот, через… Проверите, действительно, автогонально будет, действительно, не автогонально, вот эти, действительно, будут автогональны, проверяем, да, вот так, проверяем, значит, вот, минусу, значит, это, , минусу на четвертую, антивулату victories, это, конечно. Да, ну, то есть получается, что они просто не надо как sich маргировать. Если вы формироваете правильно, то есть у вас будет произойти. Значит, давайте посмотрим объемы. Если вы делаете объемы, то есть у вас есть объемы, объемы. Тем не менее, мы сейчас посчитаем. Дальше линейная комбинация этих векторов. Они трансляции сюда, сюда трансляции. И висит из векторов, а оно ансиметричное получается. Давайте объемы, объемы элементарные чейки. А как объемы появляются? Произведение этих векторов получается. Какое? В базе. Ну, если в кубическую рассмотрим, то просто произведение. Это там длину? Нет, просто нужно взять параметры решетки. Если кубическая решетка, то просто кубевая. Что смешано? Смешано. 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 А, ну да, да. Один скалярно на два литра на три, да? У нас такой объем. Что может такое скалярное произведение? Смешано. Просто матрицу записываем вот так вот. А? Ну как? Первую строку, первую. И что дальше с этим? Смешано. Смешано. Правильно. Значит, это у нас равняется с матрицей. Пирамиды. Да, да, да. Тук им адекса, да? То есть, а, да. А один икс, а два икс, а три, да? А один ик, а два. Ну, а один, да. Ну, то есть, здесь у нас а два, а два, а два, а два, икс, а два, а два, икс, а зерва. В этом варианте у вас объем единичка, разочевидная стенка. В этом варианте у вас сколько получается? Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Одна, вторая. Мы с вами объем в два раза меньше, а так просто выбор. Это может быть важно. То есть чем меньше элементарная ячейка, тем проще расчет. Здесь у вас, видите, два, два, десять. То есть вам надо один посчитать, второй посчитать, и транслировать, и там все это органическое слое снести. Здесь лучше не надо, один посчитать и транслировать. А здесь у вас что получается? Так просто ее раскроешь, а там что получается? Получается одна восьмая, еще 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 одна восьмая. И что получается? Значит, у нас что получается? Одна восьмая, и одна восьмая, и одна восьмая. Одна в четвертой. Одна в вторая. Одна в вторая. Одна в вторая. Мы математикой посчитаем. То есть нам здесь на вторая. Давайте четвертой и десять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, получается, как бы. Другое дело, что не всегда эти атомы, не всегда, допустим, атомы одного сорта. Или не всегда атомы с одной ориентацией спины. Или не всегда атомы с одинаково заполненным орбиталем. И так далее. То есть трансляция может быть запрещена. Тогда надо вот такую выбирать. Трансляцию будет выбирать базис. И так далее. Сейчас будет домашнее задание. Домашнее задание – это следующее. Домашнее задание. Посчитать объём элементарной ячейки ДЦК на антибические вектора. Трансляции, да. Звучит и там, да. Ёлвинический вектора. Трансляции, да. Трансляция, да. Трансляция, да. И ДЦК. И ДЦК. Трансляция. Трансляция. ДЦК – это раз по на следующей статье, да. Считать данные текста, а второе, записать препаратурансляцию препаратурансляции для следующих данных текста. Продолжение следует... Такая структура, да? Продолжение следует... 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 Да. У вас исходные вектора в кубических векторах трансляции, да? То есть, как разумевается, что у вас исходные были вектора вот такие, а то изменятся вектора трансляции. То есть, это откуда возникает вообще вся идея этого всего? Понятно, что всегда можно просто взять и тупо умножить вектора трансляции в два раза больше во всех направлениях. Это подойдет ко всем случаям. Соответственно, вы получаете объем ячейки элементарный в восемь раз больше, чем исходный. И это крайне не оптимально. Потому что ваш шок увеличивается в восемь раз. Ваш шок увеличивается в восемь раз. То есть, тут более оптимальный выбор трансляции, да? У вас элементарная ячейка увеличится, но нет, не в восемь раз. Вот ваша задача, как бы выбрать руки, да? Возникает это как? Ну, например, берете ГЦК ХРОП, да? ОЦК ХРОП. Берете ОЦК ХРОП. Считаете его немогнитным, да? ОЦК ХРОП вообще в жизни, да, он антиферамонитный, да? То есть, у вас получается, грубо говоря, ОЦК, да? У вас здесь один тип спин, а здесь какой тип. То есть, изначально программы не знают про антиферамонитин, никакой, ничего не знают, да? То есть, вы вводите ХРОП, ну, какой он есть, да? Как вы говорите, что ОЦК и АТОМ там один, на самом деле, да? То есть, позиции 0 не 0, да? Вот это позиции 0. Ну, а выбирают вот такие вектора трансляции программы, выбираем все. Дальше ваша задача ввести антиферамонитин, да? То есть, вы должны ввести не только вторую позицию атома, да? Вот эту вот, да? Выберете. Вы еще должны изменить вектора трансляции, да? То есть, с этих элементов трансляции перейти к один элементарной трансляции. Понятно, да? Этого программа не умеет делать. Этого, как бы, человек должен делать. Либо какой-то более сложный порядок возникает, да? Системия. Каждая десятая элементарная ячейка у вас привесит семья. Ну, 10% привесит, да. Каждая элементарная ячейка у вас одна, один примесный арм. Какой-то. И еще какие-то более хитрые расклады. Но, тем не менее, в этом году идет за. Мы фортурируем. Аппарат 6. Очень тесно связано. Понятия. Все, что мы с вами говорили, обратная решетка. Какой-то. Аппаратная решетка. Аппаратная решетка. Тоже множество точек. Много точек. Много точек. Ах, вы не получите. Много точек. Много точек. Много точек. Ну, чертки, она пишет. Много волновые петки. О. Что? Молодых, вторых. Молодых, вторых. Вторых. Таких. Что? Молодых, вторых. Таких, что? Плоткая волна. Плоткая волна. В мире периодичность исходной решетки воровали. Плоткая волна. Мы отлично. Ну, пляж будет школьный. Это вектор трансляции. Вектор, трансляция. Трансляция исходная решетки воровали. Да, это трансляция исходная решетки воровали. Ну, понятно, что... Значит, как выводится вообще каракт анкестанский? Примерно, что вам надо... Следующее такое, что есть степени ИКМ... Да? Нет. Неправильно она написала, конечно. Конечно, неправильно. Есть термалин, которая называется. Ну, это термалин. ИКМ, да? Плюс Р, да? У вас есть степени ИКМ, да? То есть это просто периодичность, да? То есть вы при сдвиге плоской волны на... Где трансляция, то же самое? Да. Где трансляция, получаете ту же самую плоскую волну. Значит, ну, дальше надо просто разбираться, когда-то извлекаетесь. По идее, у вас здесь должна быть еще, да, какая-нибудь умножить на 2 степени ИКМ. К, Р большой, да? Значит, соответственно, вся эта штука должна быть единичкой, да? Отсюда следует, что КР, да, должно равняться 0. Вскорярное произведение ровного нюх, да, и Р, К, и Р – это дема. То есть строите просто набор демаальных векторов К, да, векторам трансляции, вот эти исходные расчеты, да? Какие-то векторам трансляции. Ну, а то очень просто делается. Просто делается. Значит, 2, 1 – это получается. Ну, здесь номеров поведника, да? А, 2, 3. А, 2, 3. Значит, тут скаляр… Здесь векторное произведение квадратного скопа, да? Значит, здесь 1, 2, 3. Это у вас номеров на объем. Ну, естественно, К, 2. Это у вас будет 2, 3, 3, А, 1. А, 1, А, 2, 3. Здесь перестановка возникает. То есть хочется А, 1, А, 3, да? Выстекающую перестановку просто связывается с тем, что у вас левая система координат. Ну, К, 2, А, 3. А, 2, 3. А, 2, 3. А, 1, 2, А, 3. Значит. К вопросу, а, почему будет, значит, обратно, решешка, да? Получается, что размеренность. Это рака, рака. Два места, по которым можно все представить. Ну, что там? Метр в минус первый. Ну, то есть длина в минус первый. Да, то есть обратная длина. Ну, или обратная длина. Давайте так. Система разная. Длина, 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 длина. Ну, это видно отсюда, да? Чтобы показать степень безразмерного, да? То есть где-то у вас глубокая длина, да? Либо здесь, да? Тут две длины. Несколько моментов, да? Решетка. Значит, обратная решетка. Решетка. Обратная. Решетка правая, решетка правая. И там же. Там же решетка правая, а вот так же летает. Решетка правая. Четырехсотка, обратно к обратному, обратно к обратному. Зона Байлюгина. Зона Байлюгина. Зона Байлюгина. Обратное пространство, надо понимать, что это пространство посторонно на ветеран обратно. Почему-то прижилось такое полуширина. На самом деле это ширина до половины высоты. Все называют полуширина. Значит, что такое зона Байлюгина? Как ячейка развивается и строится? То есть, вот у вас кишорка некая. Вот у вас там, да? То есть, это ячейка. Мы сами это разбирали. Проводим инъекулярный, да? А гранический микрообъем. Вот это, да? У нас, значит, что у нас получается? У нас вот и наша квадратная решетка, да? Плоская квадратная решетка. Правильно, да? То есть, в обратном пространстве у нас что произойдет? Следующая, да? То есть, у нас возникнет такая же решетка. Потому что ячейка, как это называется, решетка обратная, ячейка правая. Ячейка правая. Тоже будет такая же обратная решетка, да? То есть, сначала координат будет 0,00. Здесь вот тоже будет 0,00. Давай, ну, это уже единица 32-го К. Да? То есть, вот это расстояние, оно просто единица на А. Да? А вот определенно А. Ну, соответственно, соответствующие узлы будут, да? Да? То есть, это единица на А. И здесь у нас расстояние между узлами А. То есть, здесь будет расстояние между узлами А. А. То есть, строится такая же комитет. Да? Так называется первая зона пределена. Да. Первая. Первая зона пределена. Ну, что такое вторая зона пределена? Вторая зона пределена. Тоже, что такое. Это еще, как говорится. Это конъекуляры, да? Это просто штука будет. И так далее. Похоже на первой. Почему мы сейчас с вами пойдем? Давайте запишем здесь еще один момент, что так же, как и зон. И ячейка Виктор-Зельца. Он пределена, да? Он пределена. Обладает. Обладает. Полный 7-3 критала. Полный 7-3 критала. Полный 7-3 критала. По поводу зон привлена. Так, буквально, какой-то два назад появилась на дебау сервере. Вид зон привлена для всех сеньгодников. Для всех седьмой линии. Для всех решеток права. Для всех решеток права. Вид зон привлена для всех сеньгодников. Либо такая есть книжка. Полный 8-3 критала. Ну, я думаю, что если вы наберете, загубите, там, по-моему, что-то тоже по симметрии в кружном кирпе. Там вот вся номенклатура, она обозначена. Вот будет, кстати, смотреть эти группы симметрии, да, соответствующие, посмотрите, пожалуйста. Ну, например, если мы говорим о квадратной решетке, да, квадратной решетке возглавной Брюллена, значит, еще давайте несколько помет. Идем сразу. Говорим о Брюллена. Значит, в квадратной решетке вот наша зона Брюллена будет. Вот точка, точка 0 0, значит, она стандартно обозначается точка 0 0, у нас стандартно обозначается точка гаммы. В основном это не только. Это прост стандартное значение всегда как. И часто встречается раздельку, пыр, 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 гамма поет, пыр, 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 пыр. Гамма-точка, чем выделена относительно всех основных, гамма-точка обладает полной симметрией системы. Гамма-точка обладает полной симметрией системой. Ну и также, как у нас были точки общего положения, точки частного положения, симметричные какие-то направления. Вот там были оси, соответствующие ли простости отражения. Здесь тоже самое, значит, есть аналог. То есть есть, как они здесь называются, высоко-симметричные точки зоны Гульбена. То есть это аналог точек частного положения. Аналог, точек частного положения. Так же, как в позиции Вихова все пронумерованы, точки частного положения, они тоже все имеют свою номенблатуру. В Крэм-дитрахтале, либо в Блинблавовсе. Вот у ботаник мы уже поддеваться не будем совсем. Какие у нас точки частного положения? Точка Пи-Пи, точка Пи-Ноль. Почему у нас эти Пи-Пи? Ну там, потому что кто-то выбирает 2Пи, по-моему. Ну потому что у нас длина вектора 2Пи. У нас длина вектора 2Пи. Мы выбираем его симметрично относительно данной точки. У нас тут будет Пи сюда, ну, следственно, будет Пи сюда. То есть вектор трансляции обратной решёнки, его модуль, да, ему нравится, да. Точка Пи. Значит, соответственно, вот есть точки, высокосимметричные точки зоны бриллиона, и есть высокосимметричные направления зоны бриллиона, да. высокосимметричные направления зоны бриллиона, да. Ну понятно, да, почему они так выбираются, да. Фактически они лежат... Вот у вас высокосимметричные направления, да. Фактически, но вдоль соответствующей оси вращения, да. Вот у вас тоже вдоль соответствующей оси вращения, да. Ну и тут, так сказать, да. Аналог, ну вот эта вот штучка, да, это аналог, он здесь должен был. Да. Почему он будет со всеми и здесь, и здесь, да. Почему, как бы, выбирается вот такой перевозник, да. Куда возникает ещё одно дополнительное, да. Значит, во-первых, высокосимметричные направления в зоне бриллиона, они выбираются потому, что... Значит, эти высокосимметричные направления важны именно так, как в данных направлениях. Ну, потом, по этому слову, будем говорить ещё о данных направлениях. Таня из персия и ветка, да. Которую, в общем, собираемся искать, которая была обозначена, да. Так, направление из персия, да. Из персия, да. Из персия ветка нет экстремума. Вет экстремума. Ну, так же, там же идет, да. Вет экстремума. Вет экстремума. Вет экстремума. Вет экстремума. То есть, таким образом, у нас выбраны симметричные направления, да, и вводится зона бриллиона. Да. То есть, направление вводится зона бриллиона. Ну, так же, мы увидим, что, на самом деле, в дисперсии строятся в поле этих направлений, да. В это развертый символ. Да. Сюда вот там пройдет. Да. А вот этот вот треугольчик зашлихованный, да, неприводимая часть, неприводимая часть зоны бриллиона. Да, неприводимая часть зоны бриллиона. Зашлихованный треугольник, да. То есть, это минимальная, да, минимальный объем зоны бриллиона, минимальная часть бриллиона, которая, которая может быть, может быть разложена, да, разложена для заполнения заполнения всей зоны бриллиона при помощи всех операций симметрии. При помощи всех операций симметрии, да. Ну, понятно, у нас какие, раз симметрии, такое отражение, такое отражение, и по упороду 90 градусов. Ну, я знаю, страшно. Трик-трик-трик-трик-восемь раз мы повернули. То есть, четыре раза такое повернули, и нас отразили еще четыре раза повернули. Заполнили. В чем прелесть? Значит, как мы, ну, как вы уже знаете, у нас все разрешенные значения, они содержатся в первой зоне бриллиона, да, все разрешенные значения в первой зоне бриллиона. То есть, если вам надо интеграл по полной зоне бриллиона, да, то есть, вы делаете интеграл здесь, то вы симметризуете, да, либо находите значение неотката только здесь, амитризуете. Ну, это простой пример, там, посмотрите, зоны бриллиона, они достаточно такие ватрисные, косокровые, и элементарные, это, собственно, неприводимые части зоны бриллиона, здесь тоже достаточно, как это называется, тут достаточно киеватые, значит, тоже тут домашнее задание, домашнее задание. Построю дубранные решетки. Построю дубранные решетки. Построю дубранные решетки. Для БЦК и ЛЦК. Для БЦК и ЛЦК. … … … … Продолжение следует... 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 Сколько квадратики у вас не исключились, да? Но это реальный случай, при этом я в деле что-то в природе существует. Вот именно такие искажения, так. Да, значит... Значит, у вас тут х квадратный, тут так, как бы, но... В терминах глобальной системы координат, да? То есть терминах глобальной системы координат, вот это вот x и y, да? То есть у вас при повороте в плоскости, у вас там две арбиталя. В плоскости нет виталия, да? В плоскости нет виталия. А именно у вас арбиталь такая, квадрат минус V в квадрат, и вторая металлическая плоскость – это у вас X. То есть для глобальной системы координат вы получаете лимейную комбинацию в каждом из этих квадрате. Вам хочется оставаться на языке этих орбиталей, потому что с ними всё чётко и понятно. Вот у них пучность, вот у них фазы. Вот они так смотрят друг на друга, по-другому смотрят друг на друга. Вам бы хотелось остаться. Но для глобальной системы координат у вас теперь нету чистой X, Y, чистой X квадрат, Y квадрат. Есть лимейная комбинация, да? То есть у вас альфа на X, Y плюс бета на X квадрат на X квадрат. Ну понятно, да? У вас получается суперпозиция, да? Вопрос, как вы считаете коэффициенты альфа и бета, да? Вопрос. Как получить альфа? Как вы гуляете коэффициенты? Как вы гуляете коэффициенты? Ну это мы опять же посмотрели. То есть, может быть, для, скажем так, данного случая проблем никаких нету, да? То есть вы гуляете синус-косимус, да? Синус-квадрат, косимус-квадрат. И ваши коэффициенты как эти? Ну, в смысле, когда 90 градусов поступает, одна орбиталь, когда 180 градусов, только другая орбиталь. Ну, и там не 180, сколько. Если вы поворот вот этот относительно этого, да, смотрите, то есть если у вас, да, не только сны. То есть вот эта орбиталь, она одновременно смотрит на x-квадрат, а на x-y, да, то есть на две орбитали смотрит. Ну, плоскость, это действительно просто синус-косимус, он же другой вид не может. Я представьте, что у вас 5-д орбиталей, да, то вы еще повернули на силу углы элера, да, то есть произвольный поворот трёхмерного пространства у вас произошел. То есть это обычно, да, это на самом деле, как бы, карикатура, обычно это у вас октавидры, да, то есть они у вас не только поворачиваются, да, у них еще и так наклоняются. То есть у вас произошел поворот, поворот, от того октавидра сюда, поворот, наклон. Видите, так все, четвером здесь так, а на верху вот так, опять так, так. Ну, такая сложная, в общем, получается достаточно. Карикет. Вопрос, как преобразуются волновые функции, да, на языке кубический вещественных гармоник, да, на языке кубический вещественных гармоник, глобальной системе координатов, да, ну, или, вернее, локальной системе координатов. Потому что для глобальной всё едино, понимаете. Вы получите свои дисперсии, всё, что угодно, по уикеням, посчитаете, и прочее. Дальше надо как-то анализ вести. Вас интересует, что-то внутри-то происходит. Вам надо из глобальной системы координат перейти в локальную. Для этого вы понимаете, что в глобальной у вас линейная комбинация такая вот, да. Вам надо как-то посчитать коэффициенты, чтобы вычленить, собственно, интересующие вас вклады, с которыми понятно, как работать. И опять же возвращаясь к тому, что есть понятные визуальные образы для них. То есть понятного визуального образа для линейных и линейных генов. Потому что вы лично такое, то есть если вы там сложите у себя в математике, да, получите, ну, там, кракозям будет страшно, так сказать, что с ними делать, но не очень понятно. Вот, ну, товарищ Вигнер, там, сейчас, естественно, в виде ветерины Вигнера, там, и все прочие дела, да. Он предложил, предложил следующую, пускай, следующую форму. Ну, вообще, он достаточно много посвятил асимметрии, то есть он, так сказать, поработал с квантовой механикой, да, а потом перешел немножко, так сказать, асимметрии наследил. Вот, товарищ Вигнер, значит, это одно самополагающее, пожалуйста, путья в использовании симметрии в физике, так сказать, а выкладывая механика, это вот, не знаю, не насчет, правильно, с ним писаем, с их уними, Вигнер, Эльвард, Исмолковский. Вигнер, Эльвард, Исмолковский. Он тогда еще не делился на всякие там В, А, В, Ц. чем они отличаются цепь более-то контент сметар физика а физика ц а не помню что такое мат физика такая а D и E это такие технические заказы то есть это как вы публикуете не совсем чертежи установки для этого есть там журналы по инструментам журнал по деталям инженерные журналы и так далее а вы публикуете как бы ну некую так сказать новаторскую концепцию какую-то установку и одновременно еще и физические результаты что важно то есть вы как бы стандартную установку и какую-то примочку значит там забарабанили и получили новые результаты физические которые никто не получал ну там вот ну там вот предложена такая матрица Виггера Матрица Ливнева, мы называем лугой Д, у Черепанова и у Михама, эти матрицы Д, у Матрица Д, у М-штрих, А, Ф, А, В, О, Га. Здесь что? М-штрих – это соответствующая магнитная квадратная числа, Л – соответствующая магнитная квадратная числа, альфа, Д, Гамма – это углу Фейлера. Здесь, пожалуйста, когда с этим сталкивался, обратите внимание, есть два способа определения углов Фейлера. Есть два способа определения углов Фейлера. Пожалуйста, внимательно посмотрите, в рамках какого определения сделаны те или иные годы. Они там отличаются на знак или на компетенции. Технически это отличается просто на последовательность осей, вокруг которых поворачиваемых, да? То есть уже как поворачиваемых, там Z, потом вокруг X, да? и у вас новая оси Y куда-то смотрит, да? И теперь еще плачет вокруг Y. И там, в общем, есть два типа выпора там. Ну, матрица будет следующим образом. Т.е. это E в степени и N в альфа, E в степени и N в гамма. А дальше некая страшная страшность. Т.е. О, конечно, точно до записей не мучаюсь. Продолжение следует... 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 Теперь и маленькая селина для орбитальных местах. Си. 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 То есть понятно, что крутить вам надо вот эти. Это этап линейной комбинации, фактически это просто поворот на пи на 4, равен пи на 2, вокруг оси зер, фактически это поворот на пи на 2, оси зер. Вот это не писать, не писать вот эти вот, здесь поставить упополам, пусть только мы получили сразу же первый шаг. Ну матрицу посмотрите, видите, у вас есть поворот на углу Лайфа, есть поворот на углу Гамма, ну а тут возникает некая такая клипш-корданчина, связанная с движением. То есть структура простая, да, то есть у вас поворот на углу Гамма, круг Бет, иногда бывает на углу Альфа, Бетта, да, Гамма. Ну здесь есть два определения, может быть так, может быть и вот этого там много чего-то, ну, результаты не зависят, а тематика будет зависеть. Тем самым мы с вами закончили вспоминательную часть, да, сейчас мы немножко с вами поговорим, ну на следующем году поговорим немножко с вами о, уже, ну, перейдем в общем фактической физике и теоретике, да, сейчас мы с последователями с вами шли, да, то есть там математики, начинают линейные алгебры, да, ну, тихонько там двигаясь через там, атомную физику, квантовую механику, какие-то начало, значит, физики твердого тела, мы сейчас с вами перейдем в группу, физику твердого тела, ну, собственно, значит, следующий, кто, ведь, меня не будет, я буду в командировке, только он гиммер будет на месте. Понятно, если читаешься.